Утро начинается с шакшуки, после которой мы собираемся отправиться на пляж, позагорать, искупаться и поплавать, а бассейн отложим на потом. Чё? Пошли. Это первая неделя июня. И последняя неделя, в которой ещё немного народу на пляже Салоу, уже в пятницу, седьмого числа, народу было очень много. И настолько много приехало туристов, что даже мы не смогли продлить пребывание в апартаментах роял и пришлось брать гостиницу на последние два дня, когда Гена гостил в Салоу. Вот. Погода была идеальна и всю эту неделю жары особой не было, в то же время тепло и загорать было приятно, а вода была прохладная и освежала. Обычно в августе я уже даже в море не суюсь, поскольку вода настолько горячая, тёплая, что вообще не освежает. Мы прожили неделю в апартаментах Салоу-Пасифик. Не понравилось. Бассейн был неплохой там, но апартаменты так себе. Кондиционеры они не собирались включать до начала июня. Кровати плохие, матрасы плохие. В общем, не понравилось. Там переехали мы в апартаменты роял на площади Европы, которые, в общем-то, оказались отличными. И условия, и квартира хорошая, и бассейн, и расположение прямо на площади Европы очень удобное. А по цене лишь не намного дороже оказалось, чем Салоу-Пасифик. Там 215 евро стоило за 8 дней проживания, а здесь такая же сумма, 215 евро за 7 дней проживания. Салоу-Пасифик. Вот так выглядел апартамент наш. Очень удобно. Отдельная комната была у Гены. Отличный большой душ. Отличный большой и удобный салон и кухня. Я спал на диване, поскольку рано уходил на работу. Балкон был настолько огромен, что можно было играть в футбол. И, конечно, отличный бассейн. Очередная наша вечеринка в апартаментах Роял. Сегодня мы обсуждаем преимущества с Савиньон Бланка и Вердехо. Вариот. Но обсуждали мы с помощью Савиньон Бланка. Кстати, когда только он смешан с Вердехо, не так это хорошо идет, когда он еще был смешан с сортом Айрен. Слишком себя мудрый. Энолог. Конечно, я не энолог. Нет, но я хочу сказать, Савиньон Бланк хороший сорт. В прошлый раз мы пили то же самое Винни Аль Бали. Он был Савиньон Бланк вместе. Да они пили алкаши, я это не пил. Отличная новая плита на кухне позволяла нам кулинарить каждый вечер. В этот вечер мы готовили креветки, купив их сырыми. Половину сварили, а половину пожарили на оливковом масле с чесноком. Ну и вот так вот выглядел наш ужин в готовом виде. А после ужина нас ожидало грандиозное зрелище грозы в Салоу. Лишь добрался до этого края, Ветер грунт и дождь закапал. Клинокийский талец на кулине, Не пристанище в мире большом. Не достать бы облако с неба И надеть бы его как шляпу. Не покутать себя земною Как простым дорожным хвощом Не расхладились мы желанным наслаждением Уранье наслаждение нас сожрало Истязали мы подвижничество кто Подвижничество истязало нас И мы беспечно проводили время Но время нас беспечно провело Ваня, наши не упали Вы какими Вяли ведь Вяли ведь Салаурис Субтитры сделал DimaTorzok Это одна из четырех самых быстрых американских горок в мире Red Force в парке Феррариленд Развивающая скорость 180 км в час А мы идем в Меркадону Самый популярный сетевой супермаркет в Испании Чтобы купить себе что-нибудь для вечерней кулинарии На этот раз это самая популярная рыба испанцев Дорада Замариновали ее вот таким вот образом С помощью разных специй лимона и лука И начинаем ее жарить Субтитры сделал DimaTorzok И вот наш ужин готов Сегодня он выглядит вот так Красиво Стыдно признаться, но это впервые в жизни Что я ем Дораду Прошло и 17 лет, как я приехал в Испанию Традиционный испанский ужин Любимая рыба испанцев Дорада С огурцами, луком и багетом на оливковом масле Ну а на следующий день на том же масле мы уже жарим свиную шейку И получается все это не менее симпатично и вкусно А потом на том же масле еще обжарили молодой картофель И получилось у нас вот такое блюдо На следующий день после рыбы Дорады Вот такой у нас отличный бассейн В котором я еще ни разу не плавал А я там сегодня один Гена плавает там один А у меня, блин, прихожу с работы уже только вот вино остается очень нечего Ну и на море мы ходим Ну на море, да Сегодня на море сходили И заст пойдем? И заст пойдем Моя задача хотя бы раз искупаться в этом бассейне Попробовать Выглядит круто Выглядит круто Этот бассейн-то большой Тут можно кругами же плавать, да, под этим мостиком А за меня у бассейна развлекается моя сорочная родственница На этом наша неделя в апартаментах Роял заканчивается И хотя Гене еще два с половиной дня в Салоу Продлить пребывание в этих апартаментах не удалось Переезжаем в отель Санта-Моника Плая Ну наконец-то У меня рыба и мясо и овощи Два дня мы провели в этом отеле Со шведским столом Объедались Ну и настало 9 июня Поехали Покидаем Вылет у Гены в 5.45 утра Так что нам опять предстоит ночь в барселонском аэропорту И соответственно завтра меня ждет очень тяжелый день А мы направляемся в Барселону Последние съемки замечательного отеля Санта-Моника Плая Хотя были и нарекания Например не было холодильника в номере Но в целом все красиво Бассейн тоже достаточно маленький Не очень понравился Ну а зато еда была хороша Смотри-ка 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 Времени у нас было много Поэтому в Барселону поехали моим традиционным путем С несколькими пересадками Зато бесплатно И вот так вот мы встречали закат В Олимпийском бассейне На горе Мандюк В Барселоне Всем пока До следующего видео